Ситуация с аварийностью на дорогах по-прежнему остается напряженной. За последний месяц резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Об основных причинах таких аварий и мерах их профилактики нам рассказал начальник Славянского отдела ГИБДД Евгений Старчак. На территории Славянского района по-прежнему продолжается рост дорожно-транспортных происшествий с участием такой категории, как пешеходы. С 23 ноября по 30 ноября на территории Славянского района проводилось оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «пешеход». Прежде всего, оно было направлено на предотвращение данных дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Однако, тем не менее, за данный период времени произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В двух случаях ДТП произошло по вине самих пешеходов. Во-первых, данные ДТП происходили в вечернее время суток, когда уже сумерки, идет дождь, темно. Пешеходы в нарушении права дорожного движения переходили на запрещающий сигнал светофора, проезжую часть. Перебегали проезжую часть перед близко идущим транспортом, не убедившись в том, что им уступают дорогу. Ну и к тому же, как одним из факторов, нахождение данных граждан в нетрезвом состоянии на проезжей части. Буквально вчера тоже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов в городе Славянске на Кубани, где пострадали мужчина и женщина по вине, в данном случае, водителя транспортного средства. Прежде всего, я хотел бы обратиться к категории пешеходов, гражданам, в связи с тем, что погодные условия оставляют желать лучшего, и уже в вечернее время, в районе шести часов, уже на улице темно, а погодные условия, идет дождь, то пешеходы, находящиеся на проезжей части в темной одежде, незаметны практически для водителей транспортных средств. Во всех случаях, где происходили дорожно-транспортные происшествия, ни на одном из граждан не было светоотражающих элементов на одежде. Это очень большая проблема, можно сказать, бич нашего района. 100% ДТП в единичных случаях, когда на верхней одежде у пешеходов находились какие-либо светоотражающие элементы, полоски, значки и так далее. У меня огромная просьба, я обращаюсь ко всем жителям, гостям Славянского района. При передвижении в темное время суток находиться либо в светлой одежде, либо иметь на одежде светоотражающие элементы. Немаловажный фактор еще такой есть, когда пешеходы переходят в условиях дождливой погоды, одевают капюшон, либо идут зонтиками и не смотрят по сторонам, и не могут убедиться в том, что им уступают дорогу водители. Большая просьба также самая к водителям транспортных средств. В дождливую погоду в условиях огонечивой видимости двигаться с минимальной скоростью по территории города и района, во избежание недопущения наезда на пешеходов, да и вообще для того, чтобы исключить дорожно-транспортные происшествия. Особое внимание в данном случае хотелось бы уделить юным пешеходам, школьникам, которые во вторую смену возвращаются со школы домой. Уроки заканчиваются в 5-6 часов, когда на улице уже сумерки, уже темно. Обеспечьте, пожалуйста, наличие светоотражающих элементов на верхней одежде своих детей, для того, чтобы их обезопасить. Еще раз разъясните им правила дорожного движения, правила перехода через проезжую часть, на какой сигнал с светофором можно переходить, где вообще можно переходить к дорогу, как идти по проезжей части, если отсутствует тротуар. Тем самым вы сохраните жизнь и здоровье своему ребенку.